рождения какие практики можно делать день рождения как загадывать желание в день рождения заранее спасибо ваша ученица когда человек рождается то это у него происходит начало и считается что ну кем считается люди так придумали эзотерики так придумали что у человека в момент его рождения начинается новая судьба и начинается новая жизнь таким образом когда человек имеет день рождения и дошел до момента когда пришло время родиться то он может переформатировать свою жизнь каким образом первое он должен вспомнить всех людей которые были в прошлом и сказать им большое спасибо за участие в их жизни и сказать себе я это отпускаю чтобы не произошло это уже давно в прошлом и после этого сказать а вот скоро у меня будет и после этого произнести что скоро будет еще один метод необходимо по вашему возрасту выполнить такой вот метод который называется метод запуск запущения птиц человек представляет буду что это даст это даст вам возможность вырваться из той жизни в которой вы живете и даст такой подъем энергетический который может быть представьте будто перед вами находится мешок в этом мешке находятся голуби их именно столько сколько у вас прожитых лет открывайте такой мешок и по одному голубю доставайте и бросайте их на выдохе вверх можете сказать принеси мне счастье или какое-нибудь пожелание скоро у меня будут там любовь скоро будет любовь и так все 25 голубей или 52 голубя это под ними духовно человека а вы знаете что события вообще как устроен человек очень часто человек думает что его события жизни они исключительно связаны с его воспоминаниями и вы знаете это не всегда так дело в том что ваши воспоминания они связаны с вашим отношением к тому что произошло и очень часто это совершенно не так как вам показали или как вы это пережили так допустим человек может иногда обидеться на кого-либо хотя тот человек который по его мнению обидел его не собирался этого делать не собирался обижать также наша память она чревата тем что у человека происходит со временем дорисовывания событий так как час событий это доказано физиологически исследованиями мозга часть событий из нашего мозга они каким-то образом расщепляются и могут часть событий стираться то есть мы часть событий можем помнить не точно и наш мозг он декомпенсирует эти события создавая новые события и воспоминания одни и те же их одних и тех же событий которые перенесли люди в определенное время допустим как формировали эти исследования брали людей которые проходили одно и то же событие там выпускной или день рождения или еще какое-либо в котором участвовало много людей и спустя годы собирали таких людей по их по возможности и проводили исследования как они помнят данное событие и вот пробовали описание сравнить и получалось что у практически у всех людей одни и те же события выглядели по-другому мужчины заменяли женщинами женщины стояли не там женщины имели худобой или там наоборот избыточный вес лёши становились петями имена менялись фамилии менялись события изменялись и они могли быть самыми невероятными я могу сказать что большинство событий нашей жизни они исковерканы нашей памятью хотим мы в это верить или не хотим и есть даже такие синдромы которые усугубляют вот такие состояния со временем у человека память она становится совершенно другой что дает человеку память как ни странно памяти хорошие и плохие события формируют настоящую жизнь оказывается чем больше плохих событий в памяти у человека находится чем больше отношений негативных есть в человеческой памяти тем хуже жизнь человека в настоящем моменте именно поэтому наверное в христианстве в других религиях есть такое понимание как прощение или умение прощать я хочу вам дать такой совет когда у вас будет день рождения в общем тайника ну и никогда день рождения постарайтесь трансформировать идеи вашей памяти такое таким образом чтобы сами себе сказать такие слова моё детство было великолепным мои родители были потрясающе хорошими мама меня обожала отец меня все время обнимал и целовал мы ходили на рыбалку на охоту у нас было всегда много всего и вот таким образом переформатируйте эту память вложите в эту память небольшие такие идеи которые немного сглаживают ваши отношения к тем событиям и тем ситуациям которые были у вас в прошлом как ни странно даже небольшие такие внедрения в нашу память могут способствовать тому что у человека изменяется по-настоящему его жизнь не напрасно как я когда-то говорил человек пытается изменить все внешне забывая что на самом деле все начинается с его сердца изменив в своем сердце воспоминания и измени их таким образом чтобы относиться хорошо кому-либо чем больше у вас воспоминаниях есть моментов прекрасных тем лучше и прекраснее жизнь ваша будет будущем так это все устроено почему голубей выпускать потому что голуби это надежда или птицы это надежда и когда человек выпускает что-либо из своей груди представляя голубей он фактически делает все для того чтобы включить у себя элемент свободы а что такое быть свободным человеком этот мир нас часто пытается сделать не свободными он заставляет нас подчиняться заставляет кому-то служить на кого-то работать заставляет о ком-то заботиться заставляю и много всего то есть да хорошо заботиться о ком-то но если это из-под палки то уже не хорошо да хорошо кого-нибудь заботиться и кого-нибудь нести на свои шеи но если это из-под палки тоже нехорошо и вот как раз элемент добровольного участия или добровольной помощи это хороший элемент а вот из-под палки или через элемент страдания это уже плохо именно поэтому когда мы выпускаем вот таких голубей во время практики мы включаем некую идею надежды и желание того чтобы освободиться и быть более свободными что дает человеку деньги деньги дают человеку свободу то есть человек говорит ну как же свободу как же они могут дать свободу вот у меня нет денег и я свободный человек нет свободный человек это тот человек который может не на работу или пойти тогда когда ему хочется или спать тогда когда ему хочется и не спать когда ему не хочется который не тратит время на бесконечную работа может просто лежа почитать книгу и не только на отдыхе а просто так на протяжении дня не заботясь о чем-либо еще который запросто может лечиться или запросто может отдыхать запросто может не выживает и нет необходимости откладывать деньги на то чтобы оплатить что-то то есть по-другому можно сказать что это дает человеку свободу именно поэтому когда человек выпускает при помощи такой практике голубей или птиц пускай их от груди вверх он фактически делает все для того чтобы справиться с тем что мешает его душе быть свободной быть счастливой поэтому как загадать желание со словами скоро это будет также скажите себе я прощаю всех кто мне делал плохо я служу доброму богу я прощаю всех кто делал мне плохо и вы меня простите представляете как эти люди вас прощают обнимают целуют и уплывает на лодочке от вас куда-нибудь далеко